Не уйдем с вашей территории и требовать это нечестно. Это ответ турецкого президента Эрдогана на ультиматум Багдада вывести из Ирака отряда турецкой армии, вторгшиеся в северные провинции. Причем Багдад уже обратился с письмом в ООН, заявляя, что его территорию незаконно оккупировали. Но Эрдоган продолжает настаивать, не выведем. Причем якобы эти войска находятся там по приглашению иракского премьера и тренируют иракскую армию. Но подтвердить это невозможно. В самом Ираке и премьер, и президент заявляют, ничего подобного не слышали. И правда ведь приглашали больше 10 лет назад. И приглашавшие уже далече. Причем на неделе Анкара эту группировку даже увеличила, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности инструкторов, которые якобы тренируют некие подразделения иракской армии. Но и иракский министр обороны об этом тоже не в курсе. Багдад попытался апеллировать к НАТО, но в итоге лишь Пентагон ответил. Слышали, знаем, это не часть нашей операции. Анкара действует самостоятельно. Причем Вашингтон разоржает не это самостоятельность партнера по НАТО, а любопытство, которое проявляют по этому поводу журналисты. Есть сотрудничество, есть соглашение, но когда что-то идет не так, США говорят, что это их не касается, как в случае с турецкими войсками. Ой, ну бросьте, опять 25, снова дурацкий вопрос. Когда это я говорил, что это нас не касается? Вы говорите так о турецких войсках? Нет, нет, ну нет. Я говорю, хорошо, я повторю, что я говорю. Мы хотим, чтобы этот вопрос решился между Турцией и Ираком, усилиями обеих сторон. А то, как Вы пытаетесь перевернуть все с ног на голову, чтобы это выглядело, будто мы делаем что-то недостойное. Это так глупо. Я не могу поверить. Это я переворачиваю с ног на голову? Поверить не могу, что Вы не смущаетесь, задавая такие вопросы. Вам самой должно быть смешно их задавать, они абсолютно бредовые. Какие именно вопросы я не должна задавать?